Я против того, чтобы забирали детей. Против, категорически. Что они умели? Да ничего эти дети не умели. И куда их везут? Голодать. А у вас кто уходит? Сын тоже. А как ваши отношения? Ну, как родина, родина проживала, значит, надо идти и шевел. Какая родина? У нас нет родины. Не знаю, что ж в Украине поношли. Мой служил ПВО. Не знаю. Ничего никто не объясняет. Самое страшное это то, что мы ничего не знаем. Нас не информируют вообще никак. Вы смотрят, что телевизор, один канал, одно говорит, другое, другое. Русские правы, украинцы правы, все это понятно. Мы сейчас простые, обычные люди. Нам мир нужен, а не вот этого штуки. А сын как относится? С юмором. Нормально относится. Надо было с самого начала, чтобы эти границы не опустошать. Как? Это что-то за государство, которое вообще пустые границы. Нет армии, нет границы изначально. Зачем это нужно было делать? Что это за государство, которое не имеет своей армии, не имеет своих нормальных границ, которых изначально нужно было защищать? Вы пришли сегодня поддержать наших ребят? Поддержать, да. А у вас кто-то тоже уходит сегодня в армию? Моего сына только в Одессе. Тоже призвали в армию. Пришла повестка. Так он с Одессы идет. Как вы относитесь к ситуации, которую я сегодня слышу? Нормально, нормально. Призывают в армию, надо обязательно идти. И отставить достоинство нашей страны, Украины. А если надо, и принимать участие в боевых действиях. Ну, вот ситуация складывается так, что как бы неизвестно сего ждать. Вы готовы к тому, что у нас могут начаться военные действия? Я-то готов, но призывает моего сына, поэтому сын идет сейчас в армию, а там уже согласно армейским законам. Страшно? Страшновато. То, что делается сейчас в стране, и то, что вокруг нашей страны, страшновато. А у сына как настроение? Сына идет как парния. Настроение, настроение, ну, как у каждого, наверное, из нас. А его уже, он уже служит? Его уже призвались на данный момент или еще? Служил раньше. Сейчас ему 32 года, и ему призывают на предпоготовку, я так понимаю. А дальше уже будет видно по обстоятельствам. Спасибо. Как вас зовут, скажите? Сергей Андреевич. Вы в Южном живете, да? Да, в Южном. А вы сами готовы защищать? Если позовут, обязательно буду защищать. Спасибо. Александр Васильевич, можно у вас тоже спросить? Вот многие южницы спрашивают, почему вот Горин не идет в армию в числе добровольцев. Как вы к этому относитесь? Я был в военкоматике, на посылке Шевченко. То есть, ну, по-моему, пока болезни не было. Я могу уверить, в Южном живете не переживаю. Пойдет время, я восполниваю, что долг перед Родиной. А вы служили? Дело в том, что я сын военнослужащего. И я не служил в армии, но я прошел воинскую службу, скажем так, с годовалого своего возраста до 10 лет. Я и жил в Арциссии, на радиолокационной станции, жил в военных городках. То есть, ну, помотались немножко по полку по миру. Вы готовы защищать? Конечно. Вы как и ждете повестки или будете ждать повестки? Я жду повестки, но я при возможности, когда я появляюсь в Одессе, то есть, я, естественно, приезжаю и я себе напоминаю. То есть, я готов в любой момент приступить к всемой гордости. Вы тоже сегодня призываетесь? Нет. А готовы, если я послушаюсь? Готов, конечно. Вы служили в армии? Я служил. Вам повестка не приходила, да? Нет. Я по возрасту уже не подхожу. А вы не сделали призыв, я вчера читал, до 45 лет они расширили. А мне 46 лет. А вы пришли сюда сегодня по какому-то... Я пришел поддержать наших военнослужащих, военнообязанных сегодня, потому что ребята едут в армию. Как оно будет дальше, что оно будет дальше, не знаю. Поэтому пришел выразить солидарность с нашими южницами и пришел поддержать их. Страшно? Да нет. Чего? Как вы думаете, ну, как может развиваться в дальнейшем события в стране? Есть какие-то вот у вас мнения на подсчет? Чего можно ждать, следует ждать? Даже не знаю. Не хотелось бы, чтобы была война, конечно. Пусть лучше будет мир, чем война. Пусть лучше ребята поедут по призыву, как будто на скачки, как будто поедут на какие-то определенные свои там военные обязанности. Но не хотелось бы, чтобы это была война. Вот. И очень даже. Украина достойного мира, Украина достойная хорошей жизни. Больше чем уверена, большинство такая. А я вам говорю честно. Я готов к вам. Я сейчас не один был к жопу, я не знаю, что я буду. Да, но опять-таки, вы можете пойти, но вы ничего не потеряете. Как ничего не потеряете? А что вы потеряете? Нет, я имею в виду, на 40 дней, на 45 дней, на 2 месяца. Но вы вернетесь, а эти вернутся. Никуда. По поводу работы. Я буду вам помогать, чтобы человека восстановили. Вы знаете, сколько нам в этой жизни обещали? Ну, я верю. Не, я вашим словам, я верю. Но факт остается на лицу. Так не должно быть. Так не должно быть. Я сам не согласен. Сейчас же мы же не говорим о чем-то. Но нет же гарантии, что вас кто-то послушает. Вы согласны? Я буду не сам. Это будет через губернатора, через мир, через министерство. Вы понимаете? То есть, сейчас не поговорим сам просто. Так просто не должно быть. Понимаете? Почему вы? То есть, так просто не должно быть. Потому что мы за Украину. Идите непонятие. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чего вы сегодня тут? Я вийшла сьогодні поддерживать наших южносов, наших хлопцов, яких позвали до армії. Хочется, чтобы они поверили до нас здоровье, в хорошем настроении. И все-таки был мир. А кто-то из ваших знакомых тоже сегодня тут? Нет, сегодня нет. Все-таки наши знакомые, все-таки, на родину. Как вы вважаете, сейчас такие заходы нужны в государстве? Я думаю, что все-таки, что нужно, потому что мы не знаем, как повернется ситуация, а мы должны быть готовы к всем. Краще, чтобы было на лучшее, но готовим, мы должны быть готовы к всем. Но страшно? Есть, есть страшно. Но все-таки ты понимаешь, что кроме нас, этого больше никто не сделает. Мы должны защищать свою государство. Расскажите, почему вы сегодня сюда пришли? И какая ваша позиция относительно того, что происходит сейчас в стране? В стране, честно говоря, я вообще против войны. Я не поддерживаю пока. Наше правительство, я считаю, что его не легитимен. И я против того, что наших ребят отправляют, потому что на данный момент на нас показывают по украинским СМИ, что на нас нападают. Но это, значит, это неправда. Потому что, если посмотреть в другую сторону, то там совершенно границы нигде. Ну, Крым забрали. Надо было просто раньше как бы нас, наш Крым, наше правительство должно было говорить с российским правительством, а не с западным. С Америкой, с Евросоюзом. Наше, в принципе, правительство довело страну и Нукович, и теперешнее. Довело страну действительно для того, что люди стали брат против брата. Я против войны, против того, чтобы забирали наших ребят. И вышла, как бы, ну вот, смотрю, мало кто поддерживает. Вообще у нас люди, которые в Южном более... Ну, не относятся, как бы, им всё равно. Их нигде с родственником нет, и они не выходят. Скажите, вот как Вы считаете, есть у нас на сегодняшний день враг? И видите ли Вы необходимость защищаться средствами армии? Честно скажу Вам, на сегодняшний день наш враг – это наше правительство. И защищаться надо от него. Ну, а какой выход Вы видите? Ну, в данном случае, да. В выходе надо идти, бастовать на Майдан, делать не тот Майдан, который был в основном только западным. А делать, почему-то, когда Юго-Востоково бастует, то нас называют сепаратистами, провокаторами. Но это... Мы не имеем права бастовать. Но ходит правый сектор везде разгоняет. Вот у меня родственники в Донецке разгоняют там. И то, что показывает СМИ украинский, это всё неправда. То, что там антимайдановцы на... Майдановцы убивают людей. Это всё неправда. Там провокации, конечно, что с одной, что с другой стороны. Вы считаете, что Украина должна остаться вот такой, какая она есть? Или Крым поступил правильно и нужно менять? Я не могу сказать, что Крым поступил правильно, но большинство людей там были за Россией. И в этом... Я же опять повторюсь, в этом миновато наше правительство. Если бы они... Как бы... Вот была оранжевая революция. Почему-то до этого не давили страну. А сейчас просто... Они допустили бандеровцы, допустили вот этот правый сектор. Почти к власти, можно сказать. И поэтому люди начали бастовать. Может быть, если бы было всё по-другому, если бы они не допустили вот этих людей, вот этих вот Яроша и Музычка, или как его Сашу Белого называют, то, может быть, этого не было. Это всё правительство, олигархи наши руководят, а мы люди ссоримся друг против другу. Другом вообще. Спасибо. Как вас зовут? Откуда цветочки? Вот. Не зря. Пожелали. Это откуда? Благодарность от из Орняков. За поддержку. Он так красивее смотрит. Да. Это человек с собой. Это человек с собой. Он так красивее смотрит.